В знаменитом на всю страну Норинмарском мясокомбинате наступила эпоха перевооружения. Предприятие закупило уникальное оборудование зарубежной сборки. Оно позволит увеличить количество изготовляемой продукции, в первую очередь, самой вкусной, деликатесной. Работники сейчас могут уделять больше времени, да и внимания на сам процесс приготовления. Кстати, теперь он станет практически автоматизированным. Мы побывали на закрытом от посторонних глаз предприятии и одними из первых увидели новую технику. Запах копчености здесь, кажется, витает повсюду ароматы, которые закружат голову любому ассортименту выпускаемой продукции. Не то, что большой, пожалуй, огромный. 170 различных колбас и деликатесов на этом предприятие останавливаться не хочет. Сейчас оно переживает новый этап в развитии. Мясокомбинат закупил зарубежное оборудование, чтобы вкуснейшими лакомствами из оленины могли насладиться не только мы, но и за пределами Ненецкого округа. Чтобы ускорить этот процесс, чтобы мясо быстрее впитало, вот и существуют такие виды оборудования, как массажер. Наталья Неверова, начальник ветеринарного контроля на предприятии, с гордостью показывает новые установки. Например, вот это массажер. Он необходим для того, чтобы мясо приобретало сочность и нежный вкус. Но перед этим его сначала насыщают рассолом. Процесс, по сути, теперь автоматизированный. Нужно нажать всего лишь несколько кнопок. Раньше эти работы приходилось выполнять вручную, а это долго и очень неудобно. Хочется сразу, чтобы у вас рассол там натуральный? Да, вода, нитрит натрия, сахар, соль, да. А нитрит натрия это что такое? Специи. Специи, да? А, ну нитрит натрия это вещество, которое не запамятных времен применяется в мясной промышленности, наверное, с тех пор, когда была изобретена колбаса. Для того, чтобы продукт приобрел розовый цвет, и колбаса, и копчености не было серого цвета. Вот и применяется нитрит натрия. Да и вреда нитрит натрия на организм человека, безусловно, не носят. Кстати, это вещество используют даже при изготовлении лекарственных препаратов. Так что никакого ГМО. Все ингредиенты исключительно натуральные. Подается моющий раствор специальный, для того, чтобы отмыть вот эти вещества коптильные, осевшие на поверхности палок. Ополаскивается и все, и вот выгружается очень удобно. Среди нового оборудования вот этот небольшой аппарат. Впрочем, его размеры важной роли не играют. Установка необходима для мойки палок, на которые навешивают мясные изделия при копчении. Призначение может показаться странным, но очень нужным. Еще недавно эту работу приходилось делать вручную. А это тоже долго, неудобно, да еще и вредно для здоровья. Вот это как-то на производстве отрасли? Современное, да. Каким образом? Таким образом, что люди, которые работают операторами термического отделения, они будут уделять больше внимания именно контролю за процессом производства. Они будут тратить время на то, чтобы еще вручную мыть эти палки. Но, пожалуй, главное новшество на предприятии – универсальная термическая камера. Она предназначена для сушки сырокопченых и сыровяльных изделий. По характеристикам импортная установка превосходит отечественный аналог. Поэтому продукция, которая в ней делается, обладает превосходным вкусом и ароматом. Чего только стоят всем известные чипсы. Знаменитые чипсы из-за ленины – продукция ручной работы. Впрочем, мало кто знает, что рецепт их приготовления принадлежит не нам, а якутским коллегам. Но в мясокомбинате уверяют, уже в следующем году они запустят свой уникальный проект по изготовлению. И так и будет называться. Наринмарские чипсы обещают, что будут вкуснее, сочнее и аппетитнее. Кстати, их будут делать вот в этой новой камере. Производительность – 400 килограммов в неделю готовой продукции. Чипсы – это продукция не копченая, это продукция сыровяленая. То есть здесь происходит сушка. Чипсы раскладываются в сыром виде на рамы, на решетки рам. Рамы сюда закатываются, включаются камеры. Значит, в течение, допустим, 6 часов происходит вяление продукта. Все новое оборудование сейчас работает в тестовом режиме. Таким образом, мясокомбинат уже увеличил производство продукции. Более того, появились и новые изделия. К уже ставшим традиционным чипсам добавились сыровяленые палочки из оленины. Впрочем, это не все. По секрету нам сказали, что на предприятии хотят внедрить и другие мясные лакомства. Но какие именно – оставили в секрете. Так что с нетерпением будем ждать. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.